Эфир главы Раменского городского округа с гражданами в Инстаграм стал уже привычным. Это удобно. Можно, не выходя из дома или с работы, общаться с первым лицом и задать наиболее интересующий вопрос. На встречах, которые проводились на территории городского округа, много было вопросов, которые были связаны в части с энергетикой, с благоустройством, с обустройством новых лыжных трасс, со скейт-парками и многим другим другим. Эти вопросы традиционные, потому что каждый человек, который живет на нашей территории, хочет видеть свой микрорайон или свой двор всегда лучше, благоустроенный. Хочется, чтобы в нем было уютно. Ну и уверен, что та программа, которую мы поддерживаем и которую мы финансируем, будем реализовывать ее и в этом году. Виктор Неволин отметил, что есть и трудности, которые возникли на фоне пандемии. Как и на территории любого субъекта, который из-за пандемии потерял достаточно доходной части бюджета, мы вынуждены корректировать программу. Точно так же, как и московский область, корректировать программу в связи с тем, что принятые на себя обязательства ранее необходимо исполнить. Это связано со строительством школ, это связано со строительством детских садов, с объектами благоустройства, с общественными зонами отдыха. Поэтому вопросы, которые традиционно задаются, они именно с этим связаны. Глава округа подчеркнул, 9 дворов, которые внесены в план благоустройства, в этом году будут обязательно реализованы. К одному из актуальных вопросов относилось частое отключение света. Мы были на встрече с губернатором, я снизил, именно с вопросами обеспечения надежной энергетикой городского округа. И на официальном сайте администрации выложен список работ на 2021 год. Этими работами будет заниматься ПАО МАЭСК и МОСОБЛНР. Несколько десятков вопросов поступило от граждан Виктора Неволину. Здравствуйте, как дела с детсадом в Новых Островцах? Шесть лет ждем. Ленда, 28-10. С садом в Новых Островцах мы продолжаем судебный процесс, учитывая, что подрядчик не хочет передавать этот детский сад просто так. То и дополнительное соглашение, по которому детский сад должен быть передан, они не передают. Мы обратились в суд. Суд в первой инстанции нам отказал, но мы продолжаем судиться. Я уверен, что мы все равно детский сад заберем. Еще одна тема на поверхности – объединение новосельской школы. Виктор Неволин отметил, встреча с родителями уже проводилась, и этот вопрос внимательно изучается. Самой ближайшей к новосельской школе является школа номер 6, которой мы в этом году идем на комплексную процедуру и будем делать там пристройку. Эта пристройка на 200 мест позволит немножко разгрузить школу. На следующей неделе мы еще раз возвращаемся с вопросами, которые задают жители для того, чтобы на них был совершенно прозрачный ответ. Вопросы, что изменится, что конкретно изменится в случае, если эти два учреждения сольются воедино. Были заданы вопросы и по приему врачей в поликлиниках. Глава округа подчеркнул – госпиталь ковидный закрыт, и врачи вернутся в поликлиники и больницу. Освободившиеся врачи, которые работали в ММО, их порядка 40 с лишним человек, переходят на работу в Раменскую больницу, и будут вот эти вот вакантные должности, или там, где отсутствуют терапевты, главный врач уже будет проводить политику, где и куда их назначать. С учетом того, что мы открываем несколько новых фельдшерско-акушерских пунктов, которые открыты у Рыбово, Ульянино, и они будут работать. Еще один блок вопросов касался дорог, тротуаров и их ремонта. Добрый день. Запланирован ли ремонт дороги возле ЖК Новая Раменская на Северном шоссе? Там жутко разбито все дорожное покрытие. У нас есть план, мы вывешивали на сайте, и поэтому все, естественно, разбитые участки будем восстанавливать. План такой есть, в том числе и на том месте, на той дороге, о которой вы говорите. Будет ли строиться эстакада через жирный переезд Быковых? Эстакада, проектная документация или программа, которая есть по утверждению переезда Быковых, существует. В связи с тем, что она строится из нескольких бюджетов, это бюджет Российской Федерации, федеральный бюджет, бюджет Московской области, то требуется подтверждение, область готова финансировать подтверждение федеральных денег. Это строимость переезда, это 4 миллиарда рублей. Как только подтверждение такое будет, переезд будет строиться, на встрече с губернатором мы поставили этот вопрос как один из самых остров. Эфир продлился около часа. 715 человек в нем приняли участие, глава Раймского городского округа выразил всем огромную благодарность. Те вопросы, которые пробежали здесь полосой, и на которые я не ответил, мы обязательно на них ответим. И точно так же они пройдут по всем нашим службам, и вы эти ответы увидите. Елена Цыганова, Сергей Григорьев, Егор Кабанов для программы «Градские вести». Продолжение следует...